Этот участок земли по улице Дальненогорская, 16, новые соседи приметили сразу, как заселились. Предлагали обмены, деньги, но после ряда отказов, видимо, решили действовать кардинально. Когда мы пришли домой с моей дочерью, зашли и увидели, что у нас выпилен забор, вот здесь было отверстие, и что здесь соседи выпилили и ходили по ограде. Что хотели, то и делали, как бы, как по своей частной, по нашей собственности, как по своей. На одном заборе не остановились. Ради нового гаража, который, кстати, почти вдвое больше самого дома, соседи просто снесли их общую стену. Я в шоке просто. То есть я открываю дверь, пришла домой, да, у меня нету стены. Мало того, что вот здесь нету стены, здесь было мое строение, получается, и вот здесь вот еще нету. Здесь вообще была каркасно-засыпная стена, здесь тоже периметр, да, вот смотрите, вообще ничего нету. Электричество, все, ну, как бы ничего нету. Я когда вот увидела, была в шоке. То есть посмотрите здесь, насколько оно все провисло, насколько оно все висит, да, видите, скоро упадет. Вот это все вот скоро обвалится просто в один прекрасный момент, когда мы придем. Остановить беспредел Наталья пыталась еще в самом начале строительства гаража. Но достучаться до соседей так и не удалось. После этого женщина обратилась во всевозможные инстанции. Но прошло уже полтора года, а ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Я прошла суд. Апелляции какие-то или еще что-то, я вообще не знаю. Полиция вообще ничего. Вот сейчас вот, да, они пишут, не возбуждают уголовное дело. То есть я пишу, а они отказывают мне возбуждение уголовного дела. Прокуратура отменяет это. И вот это уже длится все снова с августа месяца. В итоге Верховный суд обязал соседей компенсировать ущерб на сумму 97 тысяч рублей. Но несмотря на то, что такие деньги даже наполовину не покроют издержек, соседи выплачивать эту сумму не торопятся и подают ответные иски. За помощью Наталья обратилась в общественную палату и строительно-жилищный надзор. Я прошла суд. Апелляции какие-то или еще что-то, я вообще не знаю. Полиция вообще ничего. Вот сейчас вот, да, они пишут, не возбуждают уголовное дело. То есть я пишу, а они отказывают мне возбуждение уголовного дела. Прокуратура отменяет это. И вот это уже длится все снова с августа месяца. Вместе с Натальей мы попытались получить комментарии от второй стороны, но нам даже не открыли двери. Ну, видимо, да. Ну, у них вон камера, они видят, они просто не выйдут, да и все. Сейчас семья ожидает результатов проверки строительной инспекции. По ее итогам Наталья снова пойдет в суд. С надеждой, что хотя бы до зимы справедливость восторжествует, стену дома вернут обратно, а злополучную постройку передвинут согласно нормам межевания. Чингис Ачиров, Евгений Жамцуев, телекомпания ТВ.